Я покажу, как собрать электровелосипед из обычного велика. И докажу, что даже при минимальном бюджете можно собрать легкий, надежный, мощный электробайк. Для этого нам, кроме самого велосипеда, понадобятся три вещи. Мотор, самая важная часть электровелосипеда. Аккумулятор, самая дорогая часть. И прочая мелочевка типа контроллера, ручки газа и проводов. Прежде всего, нам нужно определиться, какую мощность мы хотим получить. Нужно понимать, что электровелосипеды бывают двух типов. Первый тип – это электромопед. Мощный, тяжелый, на котором педали уже по сути и не нужны. Так как тянуть такой вес на педалях будет тяжело. Второй тип – это электровелосипед, где мотор служит как помощник. Конечно же, он может ехать только на моторе, но при этом имеет маленький вес и легкий свободный ход. Мы должны понимать, что чем больше мощность электровелосипеда, тем тяжелее и дороже он получится. А при этом ехать будет хуже дешевого бензинового мопеда. Чтобы легче было выбрать, давайте рассмотрим, какие бывают веломоторы. Они бывают трех типов. Первый тип – это коллекторный щеточный двигатель с редуктором, который подсоединяется непосредственно к цепи в районе кареточного узла. Преимущество его, что он не требует сложного контроллера, так как питается постоянным током. Есть возможность переключать скоростя, перекидывая цепь на разные звезды, что позволяет развивать большую скорость и хороший крутящий момент на подъемах. Но имеют ряд серьезных недостатков. За счет сложного редуктора он громко шумит, жужжит, а цепь звенит. Имеет ограниченный ресурс трущего щеточного узла. Второй тип – это большие мотор-колеса прямого привода, которые устанавливаются в переднее или заднее колесо велосипеда. Такие моторы являются самыми надежными, так как не имеют внутри ни шестеренок, ни щеток. Могут обладать большой мощностью вплоть до 10 кВт и поддерживают рекуперацию. То есть их можно использовать как генератор при торможении или спуске с горы для зарядки аккумулятора. Но имеют два недостатка. Первый – это большой вес. Велосипед получится тяжелый как мопед, то есть потребуются толстые спицы и мощная рама. Второй недостаток – это большое сопротивление свободного хода. Допустим, у вас сел аккумулятор, тогда ехать на педалях будет очень тяжело, так как двигатель будет вас тормозить. Есть еще одна интересная конструкция – мотор-колеса от Даю Нова. В нем используются необычные обмотки и полностью отсутствуют дорогостоящие магниты, что обеспечивает легкий свободный ход и большую мощность. Подробнее по ссылке в описании. Сейчас, кстати, можно стать инвестором данной компании и заработать. Если ты хочешь, чтобы мы протестировали это необычное мотор-колесо, ставь лайк под видео и пиши в комментарии. Еще есть мини-мотор-колесо, работающее на высоких оборотах с дальнейшим их понижением в планетарном редукторе. Его преимущества – малый вес, хорошая тяга, легкий свободный ход за счет встроенной трещотки. Благодаря чему во время езды только на педалях такой мотор никак не ощущается. Из недостатков – отсутствие рекуперации и шестеренки редуктора, которые могут сломаться при небрежной эксплуатации. Именно такой мотор сегодня мы будем устанавливать из-за наилучшего соотношения цены и качества. Я заказал модель на 350 Вт и попросил продавца сразу заспицевать мотор в нужный для меня обод. Выглядит, как здоровая планетарная птулка со скоростями. Интересно, какой же там внутри моторчик? Сейчас посмотрим. Это обгонная муфта, она обеспечивает легкий накат. Здоровые шестеренки. Класс. Шестеренки делают из пластика не для того, чтобы они быстро стирались, их часто меняли, а для бесшумной работы. Изготовлены они из очень прочного поликарбоната. На статаре мотора мощная трехфазная обмотка, а на ротаре приклеено 20 больших неодиновых магнитов. Теперь приступим к установке. Снимаем с нашего велосипеда старое колесо и первым делом перебордируем с него резину и камеру на новое колесо. После переставляем тормозной диск на мотор-колесо, так как у нас дисковые тормоза. Для этого со стороны кабеля на корпусе мотор-колеса есть 6 отверстий под болты М5. У меня болты оказались слишком длинные и опирались в ротар мотора, блокируя его. Чтобы этого избежать, я подложил под них гайки в роли шайб и хорошенько затянул. Теперь переставляем звезды. Этот мотор рассчитан под трещотку, но у меня использовалась кассета. Поэтому пришлось докупить комплект звезд с трещоткой внутри. Устанавливаем колесо на велосипед. Я решил установить мотор на заднее колесо для лучшей развесовки, чтобы во время езды он никак не ощущался и не влиял на управляемость. При установке мотор-колеса в вилку велосипеда, убедитесь, что прорезь на оси для кабеля направлена вниз. Ось должна входить в дропауты, посадочные места в вилке, плотно, без люфта, но и без молотка. Теперь наш мотор установлен. Следующая и самая дорогая деталь нашего велосипеда это аккумулятор. Стоит он дорого, если покупать его целиком. Но его можно собрать и самому из литий-ионных банок размером 18650. Лучшие аккумуляторы по соотношению цена-качество я нашел на Алиэкспресс. По 100 рублей за штуку, по 200-600 мАч в каждом. При выборе аккумуляторов нужно читать отзывы, так как многие продавцы неверно указывают емкость. Для полноценной вилобатареи на 36 Вольт 10 Ампер часов потребуется 40 штук. Еще нужно прикупить плату балансировки и защиты. Пришли наши аккумуляторы. Емкость в норме. Аккумуляторы я располагаю в такую форму, чтобы потом было удобно крепить их на велосипеде. Склеиваю их термоклеем и спаиваю по схеме 4 параллельно, 10 последовательно. Обычно аккумуляторы сваривают точечной сваркой, но если ее нет, их можно и паять. И я покажу, как это сделать правильно, чтобы не перегреть. Берем большой паяльник Ватт на 60, хорошенько разогреваем его, набираем олова на паяльник, а на поверхность аккумулятора наносим небольшое количество флюса. Подносим провод и прижимаем паяльник не более чем на одну секунду. И у нас получается качественная пайка и никакого перегрева. После припаиваем плату защиты согласно схеме. Этот разъем у нас пойдет на мотор, а этот разъем соответственно для зарядки аккумулятора. Для зарядки можно использовать любой подходящий блок питания с напряжением 42 вольта. Это могут быть два зарядных от ноутбука или такой вот регулируемый источник, которым я его планирую заряжать. Скорость заряда зависит от тока. Если выставить на максимум, то полный заряд займет менее часа. Защищаем наши аккумуляторы таким мягким материалом, которым они были упакованы в посылке. И плотно обматываем скотчем. Вот такой ударозащищенный, мягкий получился аккумулятор. Его можно устанавливать на велосипед или возить в рюкзаке. Но как бы это странно не звучало, аккумулятора и мотора недостаточно для электровелосипеда. Нам нужен еще контроллер и ручка газа, которым мы будем управлять. Того 666 грамм. Контроллер нужен для того, чтобы преобразовать постоянное напряжение аккумуляторов в переменный трехфазный ток, которым питается наш мотор. Также контроллер регулирует количество подаваемой энергии, подключенной к нему ручкой газа. Такая вот ручка газа. В комплекте с ним идет пульт, дисплей, ручки тормозов с выключателями, чтобы отключать мотор при нажатии на них, датчик ассистирования педалей, соединительные провода и чехол. Теперь можно все это соединить и посмотреть, как оно работает. Все провода помечены цветом, перепутать их случайно сложно. Последним соединяю провод питания. Ну вот он, самый торжественный момент. Включаю. Вау! Подсветка! Как мы видим, на дисплее отображается скорость крупно, остаток заряда, примерное расстояние, которое он еще может проехать на этом заряде, уровень помощи педалям и мощность потребления. Ну что, настало время дать газа. Опа! Крутит полным ходом. Теперь осталось все это закрепить на велосипеде. Дисплей посередине на руле, ручку газа, кнопку питания. Аккум мы пока временно закрепили таким вот образом на багажник. Он весит легче, чем тот, что у меня был велосипед Украина без мотора. Подсоединяем питание. О, ничего себе, он прям вешеный. Да чуть-чуть газ рвет прям. Надо пробовать на улице. Так, выехал немножко на улицу. Нажимаем газочек. О, педали не кручу. Звук довольно громкий, но не сказать, что он раздражает. Тянет, как звереныш. Это на горку. Ха-ха-ха. 26. Притом, кто знает, здесь горка очень крутая. Когда кручу педали, видно, что потребление чуть-чуть падает. Едет реально, как скутер. Как для такого маленького моторчика, очень неплохой результат. Ну а теперь самый животрепещущий вопрос. Сколько же это удовольствие стоит? Со всеми скидками и хэтчбеками мотор мне обошелся в 6 тысяч рублей. Аккумулятор около 4 тысяч. Плюс еще всякая мелочевка, типа контроллера, дисплея, проводов. В общей сложности весь комплект мне обошелся в 13 тысяч рублей. Это недорого, как для электровелосипеда. Особенно если учесть, что используется легкий долговечный аккумулятор и достаточно резвый мотор. Но мне интересно узнать, сколько этот велосипед способен проехать километров на одном заряде. А также оценить по достоинству все его плюсы и минусы по сравнению с другой техникой. Поэтому в следующем ролике мы устроим ему по-настоящему жесткие испытания. Не пропусти первый мой краш-тест электровелосипеда.